Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рад вас всех здесь видеть. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу вам о метамодернизме. А если подробнее, то моя тема звучит как метамодернизм сочетания противоположностей. Когда только появился пост о сегодняшнем выступлении в официальном сообществе курилки ВКонтакте, я, естественно, рассказал об этом своим товарищам, друзьям, и один из моих приятелей отреагировал на это чем-то вроде, знаешь, твоя тема выступления звучит как тема моих лекций по культурологии в университете. В процессе моей подготовки к сегодняшнему выступлению меня постоянно преследовала одна и та же мысль. Я не хотел сегодня звучать для вас как лектор на лекции по культурологии университете, потому что лекции по культурологии, если не просыпались, наверное, то многими прогуливались и не всегда были интересными. Сегодня хотелось бы звучать поинтереснее, рассказывать о том, что происходит с культурой, искусством сегодня. Не то, что было 100, 200, 300 лет тому назад, а то, что есть сейчас, и может быть то, что будет где-нибудь завтра или послезавтра. Итак, сегодня вы узнаете, кто и как вообще придумал метамодернизм, а главное, зачем, как на это отреагировали СМИ, интернет, кого они придумали в качестве автора всей концепции метамодернизма. Вы узнаете, что же это вообще такое, этот сложный термин, для кого-то труднопроизносимый термин метамодернизм, что под ним скрывается. Кроме того, я попытаюсь рассказать вам, где в искусстве можно встретить метамодернизм, где он есть в литературе, где он есть в кинематографе, где он есть в архитектуре, где он есть в изобразительном искусстве. И также мы попытаемся с вами сегодня поговорить о таких вещах, как постирония, новая искренность, нулевой градус письма. Если кто-то об этом уже слышал, знает, я буду очень рад поговорить об этом после своего доклада. Ну и кроме того, попробуем сделать такую маленькую удочку завтрашний день, что ждет метамодернизм буквально уже завтра. Какой завтра день? Среда? Посмотрим. Итак, начнем. Метамодернизм. Когда я говорю кому-то это слово в первый раз, начинается много иронии, много шуток. Здесь были шутки про мемомодернизм, про такую науку, как мемологию. Кто-то говорил, ты что будешь рассказывать о мамологии на своей лекции? Ну нет, это не совсем так. И термин метамодернизм был открыт совершенно недавно, как само слово. В 2010 году двое голландских ученых, исследователей культурологии, это были Тематеус Вермюллин и Робин Ван Акер придумали этот термин метамодернизм. Что он значит? Ну если со второй частью слова модернизм все более или менее понятно, или если они понятны, то небольшой, скажем так, экскурс назад у меня еще будет, то впереди есть вот эта вот приставочка мета. Для чего она? Что она обозначает? Мы знаем, что был модернизм, был постмодернизм. Кто-то говорит даже, что был постпостмодернизм. Ну вот сейчас мета. Что же такое? Здесь ребята пошли дальше, и такой опять же голландский парень, как Люк Тернер, объяснил мета с отсылкой к Древней Греции. И у Платона в его произведениях метаксис, это была целая категория. Дословно ее можно перевести как что-то между или посередине. Платон употреблял это как бесконечное колебание, нахождение посередине между двумя категориями и колебание маятника от одного полюса к другому. Именно в этом направлении приставка мета присоединилась к слову модернизм, и появился термин мета-модернизм, который сейчас используется для обозначения того, что происходит в культуре и искусстве на сегодняшний день. Но здесь нужно понимать одну простую истину, что, естественно, ничего не берется просто так. Можно, конечно, подумать, что вот эти голландские ученые просто посидели где-нибудь там в кофешопе, съели по вкусному кексику, и да, вы подумали, ну, чувак, надо бы нам что-нибудь придумать, да, давно ничего не придумывали, давай прославимся на весь мир, давай придумаем этот термин. Мета-модернизм, ага, класс. Написали несколько умных статей, публиковали. Нет, ну, естественно, все это было не так, и, ну, не термин родил направление, а направление, естественно, родило термин. Произошло это вопреки всему, возможно, ну и скорее даже вследствие происходящего в культуре на протяжении всего 20 века. Ну, теперь, как я и обещал, мы с вами немножко сделаем вот так шаг назад, да, и посмотрим, что же там было, да. 20 век, культура, искусство, модернизм в начале 20 века просветает, изобретает новые формы, стремится к идеалам, стремится все рационализировать, появляется бесконечное количество новых направлений, кубизм, футуризм, экспрессионизм. Они добавляют эти изм, 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 придумывают что-то новое, бесконечно к чему-то стремятся и пытаются возвести все в идеал. Приблизительно так обстоят дела в искусстве, культуре первой половины 20 века. На литературу очень сильно влияет то, что происходило в Первой мировой войне. Авторы много этому внимания, времени удивляют, появляются какие-то новые жанры. Но исторические события 20 века и Вторая, в частности, война, ставят под вопросы все эти добрые, светлые идеалы модернизма. И в искусстве тоже встает вопрос, а так ли все хорошо, так ли все здорово, и так ли все можно рационализировать, идеализировать, как стараются это делать модернисты. Ну, видимо, не совсем. Видимо, не совсем все так здорово. Как следствие, в середине 20 века рождается и начинает расцветать постмодернизм. Это то, в чем мы так любили с вами жить и вариться. С его бесконечным скепсисом, бесконечной иронией, бесконечной попыткой везде что-то поддеть, поставить под сомнение. Все идеалы, которые до этого были провозглашены модернизмом, усомниться во всем. Ирония везде, сарказм везде. Так было вторую половину 20 века. Но к окончанию 20 века, в конце 90-х годов, не все, конечно, но какая-то часть людей стала задумываться о следующем этапе. Ведь сейчас пошутить на любую тему может каждый, поиронизировать над происходящим, пошутить о гибелях, пошутить о страданиях, приколоться над религией. Все то, чем развлекается постмодернизм, в принципе, ну, это сейчас уже легко и просто, как дважды два. На таких сомнениях относительно постмодернизма люди искусства начинают задумываться о чем-то большем и начинают переосмысливать все, что происходило в течение 20 века. И они приходят к следующему. На самом деле, очень простое решение, и в этом состоит весь метамодернизм. Они берут инструментарий, который предложил им постмодернизм, берут вот эти вот легкие сомнения, берут иронию, берут скепсис, но возвращаются к тем идеалам, которые им предлагал модернизм и начинают их переосмысливать. В этом бесконечном колебании между иронией, скепсисом постмодернизма и между идеалами и рациональными вещами модернизма появляется метамодернизм. И все это время вращается вот так вот, как маятник. Собственно говоря, метаксис поэтому и стала первой частью этого термина, и стала первой частью направления целое искусство. Как это проявляется в каждом отдельно взятом направлении культуры, я постараюсь вам объяснить. И вы это увидите, это на самом деле очень легко и просто. Здесь еще стоит поговорить о достаточно важном инструментарии, который применяется в метамодернизме. Такой основополагающий момент. Есть такая штука, как новая искренность. Это, наверное, то, на чем, собственно говоря, и зиждется метамодернизм. Ну, собственно говоря, в чем оно проявляется? Пум, все погасло. Окей. На самом деле это не страшно, пока я говорю, больше чем показываю. Новая искренность — это приблизительно следующее. Не бояться быть таким, каким ты есть, и не бояться показывать героев, такие, как они есть в современном искусстве, в кино, в литературе, неважно, где угодно. Стремление передать все максимально так, как это есть на самом деле. Стремление показывать диалоги не всегда о высоком, не всегда о каких-то возвышенных вещах, чаще даже о простом. Сегодня в кинематографе очень часто характер героев, какие-то их особенности и черты пытаются раскрыть через мелкие нюансы и совершенно простые диалоги. Два героя могу с легкостью обсуждать, я не знаю, где делают лучший гамбургер в этой забегаловке или в этой, где лучше выпить кофе. Простые диалоги, ничего нового. То же самое, что мы делаем с вами каждый день. Если мы вспомним фильмы, которые снимались чуть раньше, во второй половине 20 века, великолепные образы, возвышенные диалоги, прекрасная, например, Одри Хэббрэнф. И все это как-то так отдалялось от того, чем жуел и существовал простой человек. Но искренность призывает героев не быть отдаленными от основной массы потребителя, а быть приблизительно такими же, как они, и через это передавать то, собственно говоря, что хочет донести автор конкретного взятого произведения. Говоря о новой искренности, мы можем поговорить не только о кинематографе, но и о достаточно простых вещах. Не так давно был замечательный пример из жизни, буквально даже не из искусства. Дело было в России, и там проходили какие-то очередные выборы. По-моему, муниципалитеты. Есть такой, я не знаю, он, наверное, урбанист Максим Кац. Вы, возможно, кто-то из них слышали его имя. Я не буду, естественно, говорить о его натуре. Там просто достаточно простой пример такой вот искренности. Вы знаете все эти предвыборные буклеты. Каждый депутат старается заявить о чем-то таком. Я приду, все изменю, все круто, так, так, так. Что сделал Кац? Он написал, здравствуйте, меня зовут Максим, мне столько-то лет. Я избираюсь депутатом в муниципальный орган такого-то округа. И это абсолютно бесполезный орган. Об этом гласила листовка Максима Каца. Это один из примеров новой искренности. Точно такой же, как недавно, наверное, полгодика назад, поглотивший полностью интернет флешмоб, когда очень многие девушки говорили о том, что я не боюсь сказать. Могли ли мы представить такое лет 10 назад? Ну, наверное, нет. Можем ли мы говорить об этом сейчас? Да, запросто. Итак, дальше. Когда метамодернизм начал немножко вставать на ноги, о нем заговорили в западном искусстве, начали проходить выставки, ну, ребята поняли, естественно, что у каждого движения должно быть что? Должна быть какая-то декларативная такая вот бумага, которая будет заявлять об основных, основополагающих принципах этого направления. Появился Люк Сернер, который был идейным вдохновителем, наверное, всего движения в войне с Вермюльным, и написал манифест. Манифест достаточно простенький, на нем, естественно, мы останавливаться сейчас не будем. Там порядка 8 пунктов. Такие весьма декларативные, но в то же время написанные достаточно понятным языком те базовые пункты, на которых, собственно говоря, и стоит метамодернизм. Здесь интересен другой момент. Я вам обещал рассказать, как сюда приклеили немножечко случайного человека. У Тернера, как у человека, связанного с искусством, было несколько других проектов, в которых участвовали многие люди искусства. В одном из этих проектов был задействован актер Шрайл Абаф, и ситуация повернулась следующим образом. Когда Тернер опубликовал свой манифест, уж не знаю, насколько он писал его сам, или Шрайл Абаф нашептывал ему на ухо основные положения этого манифеста, на сайте, кроме многих фамилий, как Тернера, так и других его соратников, была фамилия Шрайл Абафа. Естественно, интернет воспринял это так, что, ну да, манифест написал Шрайл Абаф, и поэтому бытует такое ошибочное немножко мнение, как, да, Шрайл Абаф замечательный актер. На тот момент он был задействован на одной из выставок, которые организовывал Тернер. Шрайл Абаф ходил по выставке с пакетом, к которому он появился потом на красной ковровой дорожке, I'm not famous animo в смокинге, и подходил к людям, вот так вот просто стоял, наверное. Это был их один из проектов. Вопреки этому, как бы, Шрайл Абафа могут некоторые считать чуть ли не изобретателем метамодернизма, хотя это, ну, и не так на самом деле. Позже нужно сказать, что метамодернизм перекочевал, естественно, с запада к нам сюда, ну, точнее, в соседнюю страну, в Россию. Россияне тоже написали свой манифест метамодернизма, но тут все сложно на самом деле. Вы его сможете найти в свободном доступе, я потом покажу вам ссылки. Если манифест метамодернизма, который написал Тернер, он такой достаточно емкий, простой. В манифесте, который написали на российском сайте, посвященном метамодернизму, даже на один пункт меньше, но он занимает, наверное, в полтора раза больше и написан таким языком, ну, очень сложным, весьма научным, в то время как Тернер стремится к, наверное, простоте и достаточно такому бытовому уровню написания достаточно важных постулатов для его движения. Постороннее. Это следующая вещь, о которой бы хотелось бы поговорить в рамках моего выступления о метамодернизме. Одна из достаточно важных частей, естественно, она больше будет встречаться в направлениях культуры, где можно говорить, где не только можно что-то показывать. Это кинематограф и это литература. Не случайно на фотографии кто-нибудь знает? Уэс Андерсон. Да. Скажите громче. Уэс Андерсон. Уэс Андерсон. Уэс Андерсон, режиссер, да. Значит, постирония. О чем это вообще? Ну, мы все знаем с вами о иронии, мы все ее любим, наверное, да, каждый шутит, каждый пытается подколоть кого-то, да, у кого-то это доходит до сарказма, у кого-то это получается здорово, замечательно, у кого-то это получается не очень. Постирония пошла, ну, немножко дальше. Значит, на чем она стоит? Во-первых, постирония хочет отличаться от иронии тем, чтобы быть несколько более интеллектуальной, что ли, несколько более элитарной. Но я бы сказал, это не главное. Второй признак – это то, что сейчас, как я уже сказал, ну, шуток великое множество, все шутят, 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 и истинный юмор постирония хочет забрать себе. Но это что-то около первого пункта. На самом деле самая важная вещь в постиронии – это то, что от нее, используя, скажем так, постиронию, да, автор может переходить непосредственно к искренности. Представьте себе, если бы сейчас вы были не на курилке Гутенберга, а на выступлении стендап-комика. Я не знаю, может быть, со стороны это и похоже. Значит, и вот стендап-комик, он выступает, шутит, развлекает народ, все смеются, всем весело, всем замечательно, да, шутки, 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 и вдруг в середине выступления комик вдруг начинает сначала пускать слезу, начинает говорить о том, что у него все сложно, у него на самом деле большие личностные проблемы, большие финансовые проблемы, и в итоге комик начинает рыдать. Весь зал, который слушает его выступление, начинает, соответственно, сопереживать комику, и всем уже как бы не до смеха. Приблизительно это и есть постирония. Это то, что часто использует Уэс Андерсон, изображенный на картинке здесь, как режиссер своих фильмов, пытаясь через какие-то ироничные вещи, через какие-то шутливые вещи, зачастую оторванные от реальности, переходить к раскрытию характера своих героев, к раскрытию проблем своих героев. И «Королевство полной луны» — это фильм, о котором я еще немножко скажу. Там это все можно найти и увидеть. Литература метамодернизма. И здесь то, о чем я и говорил, нулевой градус письма становится еще нулевее. Почему я так написал? Нулевой градус письма появился задолго до современной литературы, литературы метамодернизма. Если кто-то читал Камю, там это наиболее, скажем так, встречающиеся. Что подразумевает под собой нулевой градус письма? Когда писатель, автор, очень много времени уделяет, казалось бы, для начала читателю каким-то несущественным вещам. Он дробит, 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 дробит сюжет на неимоверное количество мелочей, казалось бы, несвязанных. Перескакивает с описания, я не знаю, пролетающей мухи на описание нейтронов, потом переходит на описание света, потом переходит на описание сидящего человека. И в итоге из всех этих мелочей складывается какая-то целостная картина, которая, когда вы прочитаете все целиком, сложится в единое восприятие одной большой книги. Приблизительно это и есть нулевой градус письма. Почему он становится еще нулевее? Потому что метамодернисты подхватывают его. И есть такой замечательный американский писатель Уоллес, который написал свой роман «Бесконечная шутка» в середине 90-х годов. И это был первый американский писатель, который бросил вызов иронии. Уоллес говорил, что ирония — это птица, которая загнана в собственную клетку. Сам роман «Бесконечная шутка» на русский язык, к сожалению, переводится только сейчас. И вот вроде бы российское издательство его собирается только в следующем году явить, хотя человек уже получил не одну премию и на самом деле уже успел уйти из этого мира. Но это неважно. Как построен роман «Бесконечная шутка»? Первые 200, а то и 300 страниц Уоллес занимается вот этим самым описанием мелочей. Критики характеризуют Уоллеса как мастера скрупулезного описания. Он как-то сказал, что чтобы оставаться на месте, пчела должна очень сильно работать. И это так на самом деле, потому что чтобы быть на месте, пчеле нужно делать больше взмаха крыльей, чем просто лететь. Значит, первые 200-300 страниц в «Бесконечной шутке» — это описание мелочей. И здесь Уоллес зашел с обратной стороны. На любых литературных каких-то курсах о том, как писать книги, вам скажут, писатель должен в первую очередь заинтересовать читателя. С первых страниц взять его в оборот, и чтобы он уже не откладывал книгу. Уоллес, хотя сам преподавал и был преподавателем литературы, сделал все наоборот. Первые 200-300 страниц эту книгу очень хочется отложить от себя, отбросить и никогда к ней больше не возвращаться. Но когда вы переживете эти 200-300 страниц описания, вы поймете, ради чего человек заслуживал свои награды и почему его так высоко котируют и считают человеком, который первый бросил вызов литературе постмодернизма на Западе и который, собственно говоря, с этим вызовом справился. Что говорится об экранах? Здесь можно упомянуть в первую очередь двух режиссеров. Андерсона, о котором я уже говорил, и Линча. Это модернизм, можно найти у каждого из них, но он у них разный. Как это дело обстоит у Андерсона? Если вы смотрели «Королевство полной луны», то Андерсон начинает с очень свойственных для модернизма вещей. Он описывает светлые высокие чувства, он говорит о детях, которых охватили эти светлые чувства, и потом сталкивает все это светлое, хорошее, вечное, бум, с такой стеной из беспощадного взрослого мира и с бесконечным скепсисом в обратную сторону. Это и есть противостояние постмодернизма и модернизма, это и есть метамодернизм у Андерсона. У Линча он несколько другой. Вся внутренняя часть фильмов Линча пронизана такой психологией. Много надрыва, много драмы, много всего, много переживаний, экзистенциальных элементов, которые так свойственны постмодернизму. Но в обратной стороне есть замечательные природные пейзажи, показанные в не одном фильме Линча. Это очень гармонично, и это все противостоит миру постмодернизма, который говорит, что наш мир пластиковый. И здесь Линч показывает, вот вам, пожалуйста, настоящая природа, все по-настоящему. Это модернизм, это столкновение двух направлений. Далее. Об архитектуре. Здесь больше всего стоит поговорить о двух людях, но всего лишь об одном конструкторском бюро на самом деле. Жак Херцог и Пьер Домирон. Это все их работы. Общая ателье называется Херцог Домирон. И, ну, больше всего, наверное, бы хотелось поговорить. Сейчас попытаюсь не задеть колонку. Ага, видно. Это новое здание Тейт де Модерн в Лондоне на берегу Темзы. Грубо говоря, галерея современного искусства в Лондоне. Значит, чем она примечательна? Замечательно. Конструкторское бюро Жака Херцога и Пьера Домирона справилось с ним в 2000 году. Но, чтобы вы понимали, здание отстроено не с нуля. Все, что вы увидите в большей части, это бывшая электроподстанция, находящаяся на берегу Темзы. Вот большая башня и, собственно говоря, вот это основное здание. Конструкторское бюро достроило к таким монументальным сооружениям. Я сейчас не вспомню и не скажу, какого века сооружение было у, собственно говоря, этой электростанции. Все, что они сделали, это достроили стеклянный фасад и достроили вот эту вот большую часть, ну и, естественно, большие внутренние работы. На этом и базируется архитектура метамодернизма и работы их конструкторского бюро. Они пытаются сочетать какие-то элементы классики, элементы, которые уже были, внедрять что-то неожиданное, что-то новое и на этом стыке получать вот такую вот замысловатую смесь, которая, казалось бы, ну не совсем сразу востребована, не совсем логична. Говоря о других работах, это также галерея искусства Де Йонга в Калифорнии. И, кроме того, они также строят стадионы. Два стадиона, которые наиболее так, ну, вошли, наверное, в историю. Да, за самый престижный приз, который получало это конструкторское бюро, был выдан им за, естественно, Тейт Модерн. А стадионы — это пекинский стадион, который был сдан к Олимпиаде 2008 года, и стадион Альянс-Арена в Мюнхене. Здесь, в строительстве стадионов, нюанс заключается в том, что они пытаются сочетать не совсем сочетаемые материалы, не совсем подходящие к друг другу на первый взгляд, и показывать это как что-то похожее на объекты, которые существуют. То есть, ну, здесь птичье гнездо, да, очевидно, читается. В принципе, на этом базируется все направление данного конструкторского бюро. И, ну, наверное, мой такой любимый момент в этой презентации, в том, что я буду говорить, ну, и в искусстве метамодернизма, это дачанин Лафур Элиасен. И когда я говорил так, изобразительное искусство в самом начале, и говорил, что расскажу вам об изобразительном искусстве, я немного лукавил, потому что здесь нельзя говорить об изобразительном искусстве в классическом понимании. Это не картины, и это не фотографии. Я как-то пытаюсь отойти, чтобы не столкнуться с колонкой, но и дать вам посмотреть. Это все естественные инсталляции. Собственно говоря, данная работа находилась в том самом Tate Modern в Лондоне, в турбинном зале. Здесь Лафур Элиасен попытался передать то, что так любят лондонцы, это встречи на улице и бесконечные разговоры. На самом деле здесь просто турбинный зал собственно говоря, этой галереи. Как удалось достичь данного эффекта солнца, который вы видите на картинке, это большое количество лампочек. На потолке турбинного зала была расположена отражающая поверхность, и люди, которые приходили в зал, они ложились на пол, могли созерцать свое отражение где-то там высоко. Плюс Элиасен попытался запустить много тумана туда, чтобы это было похоже немножко на лондонскую дымку. Вживую, конечно же, увидеть уже невозможно, но на картинках это будет все очень интересно. Другие работы — это водопады в Нью-Йорке. На мостах в Нью-Йорке Элиасен поставил множество искусственных водопадов. По его мнению, это наилучшим образом может показать, на что способна природа и что человек может собственными силами сделать с природными явлениями, чего достичь. Водопады работали круглые сутки. Это очень сильно привлекало туристов. Ночью они еще и подсвечивались. Ну и две последние картинки — это и более ранние его работы в Австрии. Там он по максимуму использовал натуральные материалы. Значит, опять же, в одной из австрийских галерей, чтобы вы понимали, там был и туман, там была и такая болотная жижа, там были все природные материалы, которые только можно использовать. И Алиасан, собственно говоря, это и сочетал, пытаясь показать, ну, собственно говоря, природные возможности и сделать из этого не просто что-то, ну, так, знаете, вот там картинка природы, максимальный реализм. вот чего пытался достичь в своих работах Алиасан. Ну, немножко у меня заканчивается время и заканчивается презентация. Галопом по Европам я хотел немного сказать о том, что вообще ждет метамодернизм впереди и какие шансы у него есть закрепиться. Естественно, все искусство циклично. Невозможно. Я вам только что проговорил, как за век модернизм сменился постмодернизмом и уже успел появиться метамодернизм. Новые направления, они где-то здесь, не за горами, где-то здесь уже рядом. Метамодернизм сейчас, в принципе, это маятник, который раскачивается, как я уже говорил, между модернизмом и метамодернизмом и в этом находит свою целостность, пытаясь показать с помощью критических методик постмодернизма истинные ценности, которые есть в модернизме. И, собственно говоря, закончить хотелось бы цитатой Люка Тернера, которая содержится в манифесте метамодерниста. Мы должны идти вперед с присущим нам колебаниями между крайностями. И именно так, наверное, я думаю, что стоит идти. От крайности к крайности, но только вперед. Спасибо за выступление. Спасибо за лекцию. Наблюдая за всеми этими культурными тенденциями, у меня иногда проскакивает такая мысль, что вся суть их появления в том, чтобы сделать что-то, отличающееся от того, что было до этого. То есть и в современной культуре новизна стала почти самоценностью. Как по-твоему, есть какие-то более мощные двигатели, чем просто стремление к новизне в культуре? Я на самом деле с вами соглашусь с одной стороны и не соглашусь с другой. Потому что стремление к новизне, оно было двигателем культуры, на мой взгляд, и на протяжении прошлых лет. Практически каждое следующее направление пыталось либо полностью опровергнуть предыдущее, либо значительно изменить те постулаты, на которых стояла предыдущая. Поэтому, собственно говоря, это и было стремление создать новизну, как с модернизмом и постмодернизмом. Постмодернисты пришли и полностью опровергли все то, что только что делали модернисты. Абсолютная новизна, практически все с нуля, антитеза и так далее. Поэтому стремление создать новое, да, это так, и это так еще и потому, что позади уже очень много. Мы можем говорить, что это касается, наверное, не только искусства как такового, когда, я не знаю, я сегодня здесь один из немногих лириков, наверное, в основном физики, согласятся они со мной или не согласятся. Очень много больших и значимых открытий было сделано, и многое из того, что делать сейчас, считается не настолько переворачивающим все с ног на голову, а скорее просто чуть-чуть добавляющим. Поэтому, да, это стремление к новизне, но по-другому, если честно, я не знаю, как сейчас. А, ну, единственная оговорка. Без значимых потрясений вокруг. То есть, если вдруг, ну, как бы, не хотелось бы, да, если ждет нас Третья мировая война, ну, тогда, естественно, посмотрим, что будет с искусством. Тогда будет, наверное, уго-го, как интересно после нее, если что-то останется. Спасибо за лекцию. Спасибо. Вопрос. Мне вот не очень понятно, в чем новизна этого термина. Просто постмодернизм, он уже включает в себя опыт модернизма. Он использует те же практики и акалаш, и, как он называется, интертекст, все изобретения модернизма. То есть постмодернизм – это постмодернизм. То есть он уже как бы и модернизм, и пост. Спасибо, я понял ваш вопрос. Значит, ну, по поводу отличий, да. Постмодернизм с точки зрения, скорее, ну, то есть с точки зрения практик, да, я согласен, они используют практики, но с точки зрения такой доктрины и теории, да, они отвергают все то, на чем стоял модернизм. Метамодернизм со своей стороны, они используют практики постмодерна, но с точки зрения доктрин они пытаются вернуться и переосмыслить те идеалы. То есть они стремятся к идеалам модерна, но через критическое зрение постмодернизма. Вот так. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос, точнее даже два вопроса, я постараюсь быстро очень. Значит, замечательный английский искусствовед Эрнст Гомбрих, он занимался историей живописи, значит, писал свои имнографии, история европейского искусства, значит, что генеральной линии развития искусства, ну, в частности, живописи в Европе, да, до 19 века, значит, было то, передать максимально реалистично то, что мы можем наблюдать, да, то есть природу, других людей. Но потом появляется фотография, да, то есть как тоже вид искусства. И реализм, да, то есть вот эта вот тенденция передавать окружающий мир реалистично, вот эта вот тенденция начинает задухать, потому что появляется новое техническое средство. И так появляется, он в этом видит, обнаруживает главную причину возникновения модернизма в искусстве, возникновения венской школы, ну и так далее, да, то есть там экспрессионизма и прочее, прочее. Вопрос следующий. Не кажется ли вам, что постмодернизм и метамодернизм — это временная интеллектуальная уловка, которая, ну, имеет место быть, поскольку у нас нет новых технических средств. Вот как если бы появилась какая-то технология, которая позволила бы создать, ну, что-то принципиально новое, принципиально новый вид искусства, то сразу об этих вещах забыли бы просто. Но поскольку они не появляются, нам ничего не остается, да, кроме как концептуализировать, выдумывать новые концепции. Это первый вопрос, да, то есть не является ли постмодернизм и метамодернизм, тем более, да, ну, поскольку он младше, просто интеллектуальными уловками. Это первое. Второе. Значит, не кажется ли вам лично, что, ну, метамодернизм, он не раскрывает ничего нового, потому что, во-первых, по сути говоря, он, мы все так же никуда не отходим от типичной, ну, как бы, диалектики, да, то есть мы просто берем, значит, иронию постмодернизма, берем идеалы модернизма, мы их смешиваем, это, то есть, там, тезис-анти-тезис-синтез, да, то есть мы как бы не делаем качественный скачок, да, в нашем мышлении. То есть не считаете ли вы, что вот этот период, это как бы пребывание на месте в некотором смысле, то есть человек, он все равно остается в рамках концептуального мышления и просто выдумывает новые парадигмы, да, то есть строит новые вот эти вот метафизические стены, новые концепции, и по большому счету, как бы тоже его развитие из-за этого тормозится. То есть не считаете ли вы, что метамодернизм не дает ничего качественно нового, ну, то есть для цивилизации, для людей вообще, для культуры? Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Да, давайте по порядку, пока говорили второй, немножко первый забыл. Окей, значит, первый вопрос был относительно того, что технические средства, да, ну, собственно говоря, это данность. Да, технические средства, ну, если говорить в глобальном смысле, фотографии изобрели давненько, да, и сейчас до сих пор фотографии больше пользуются, но если вы посмотрели сейчас, да, на то, что делает Лафур и Лиаса, например, да, то это ведь не фотографии, это воссоздание за счет каких-то естественных природных элементов живых картин, грубо говоря. Я с вами соглашусь в том смысле, что действительно не изобрели, ну, это уже, к сожалению, не к искусству вопрос, не изобрели никаких новых методов. И поэтому, отвечая уже сразу на второй, отвечая уже скорее сразу на второй вопрос, про ценность метамодернизма, ну, и постмодернизма в частности, они в инструментариях схожи. И то, и другое направление, оно стремится скорее переосмыслить в рамках искусства, переосмыслить проблемы человека от локальных каких-то внутренних, да, до более глобальных проблем в целом человечества. И это переосмысление, я бы сказал, что здесь уже каждый волен сам для себя решать. Для меня, например, произведения, в которых вот это все переосмысленно, ну, представляю ценность, скажем так, мне интересно, да. Возможно, это не создание нового, это переосмысление существующего, но мне кажется, что это ценность. Вы можете считать по-другому, и в этом нет ничего плохого, я, как мне кажется, это только хорошо. Если вы считаете, что искусство обязательно должно скорее давать что-то новое, да, это правдивая точка зрения, и, ну, абсолютно справедливо имеет, как по мне, право на жизнь. Но, мне кажется, оно не всегда должно созидать, а иногда просто переосмысливать. Поэтому, ну, да, я вижу ценность постмодернизма и метамодернизма. Аплодисменты. Спасибо.